Я в шоке. Ты пойди на огород посмотри. Там свёкла вот такая. Там кабачки лежат. Я уже в шоке. Вон, смотри, какие свёклы. Это на неделе мы на той неделе пололи. Они были вот такие вот. Вот. Вот такая она была. Ты посмотри за неделю. Это офигеть. Это как-то какое-то волшебство. Такое же, как будто месяца не было у нас. Я представляю, какая морковка там вообще. Ну, кстати, я морковку и в тот раз выдирала. Она очень хорошая была. Очень хорошая. И помидоры поднялись. Я в шоке. Вот что значит тепло. Вот тепло пошло и всё рвануло в буквальном смысле. То ли от того, что тепло у растений прям рвануло вот это вот. Как его? Желание жить. Вон, арбузики какие. Кстати, на той неделе были вот такие шпингалетки. Вот такие вот они были. Уже вон какие. Моментально поднялись. Я уже думала, всё, не будет. Зря думала посадила. Смотришь, ещё и своих арбузиков выйдет. Вот дыня. Кстати, вот здесь подсеивала дыню. Так не зашла. Нету. Не видать. Шок я, конечно. Давно так я не была шокирована. Ой, Маруся, вот вы и попались. А, это про сосиски. А сами пропагандируете здоровое питание. Вау. Ну и что, если один раз сосиски я съела, и что? А я их вообще ела? Кто-то видел? Я, может, собаки варила суп. Кто сказал? Что я их ела? Да, Эдь? Я же их не ела? Не ела. У нас собачки я кушала суп. Конечно, пропагандирую здоровый образ жизни. Ну и что, если один раз там сосиски съели? Это ж не смертельно. Я ж не говорю, что уж совсем не ешьте. Я говорю о том, что нужно избавиться от этой еды. Так вы зашли бы на канал обо всё с Маруся. Там и печена, и колбаса есть? Да. Ну, может, это мои сосиски, да, Эдь? Самопроизвольные. Не, ну на самом деле. Ну, это чисто было бы к чему придраться, как говорится. Если бы мы скрывали, мы бы и не показывали, да? Да, конечно. Самое интересное, что люди всегда ищут то, чего хотят увидеть. А они даже не входят в смысл, что им показывают, как им показывают. Им бессмысленно объяснять. Что это вроде как бы нормальное. Иногда там мы тоже весь люди. Тем более в поездку мы иногда берём такие вещи. А вот и в поездку мы сейчас берём. 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 материться в конце ролика все испортили а где эта материлась конца они верили что я чистая женщина без мату а ты тут зачем ставила мат где-то наверное какой-то мат ставила хочу дверь я тоже что-то не помню жесткого тоже не помню мать его если я там сказал так это ж не мат промат не материться нет я вообще вот этих людей не понимаю особенно которые начинают рассуждать по поводу мата и особенно начинает чисто плотно рассуждать о том что ой материться нельзя так говорить тут и сюда послушай этого человека в гневе ты узнаешь столько много даже мат покажется ангелочным словом ангельским словом потому что это рассуждение от слова как тебе сказать ой нельзя неприлично ой нельзя нельзя так говорить уж такой ангел разве ангелы матерятся ядрен ты батон я бы сказала у нас вся страна материться я думаю что у те которые вот не говорят там не материтесь и вы там это внутри себя такие маты произносит мать не горю послушаешь многих такие прям все ангелочки прям вот светятся нимбами над ними я вот вот эти рассуждения очень не понимаю тем более по отношению к мату это очень старинный язык произношения тем более это являлся в свое время язык защиты вот определенных конечно у него история разные кто что говорить я то что это говорю то и говорю во первых откуда появился в моем языке проще говоря мат это появилась естественно от того что я слышал допустим часто встречаем у своего папа папа произносил мат соответственно мой мозг запоминал эти слова естественно может быть вопрос даже к тому воспитанию если я его слышала в детстве естественно я буду его произносить вот муж мой матерщинник страшнейший но я вам скажу честно порой человек матерщинник настолько честен вот честный он не сумеет никогда соврать если он материться вот если человек материться он скорее всего никогда не врешь а вот чисто говорящие очень умеют красиво врать поэтому иногда веришь тому кто матерится нежели тому кто чисто говорящий поэтому честно сказать мат не является это может быть некрасиво звучит не очень дает какого-то эстетического состояния на какого-то человеку для меня может быть я выгляжу не очень красиво когда произношу какой-то мат на некоторый мат красиво произносится в определенный момент он просто является как сказать определением что когда уже нельзя объяснить человеку только через мат может понять честно это как волшебное слово которое все поняли это да я не я я полностью согласна мне тоже не нравится когда допустим тот же сын передо мной материться я даже иногда как-то реагирую мне не нравится да когда часто матерятся да ну допустим наш папа очень страшный матерщинник очень страшный матерщинник но при этом относиться к этому как как сказать к человеку который а если он матерится это все вот это большое заблуждение человек который матерится никогда врать не будет потому что соврать и с материться это надо уметь если честно сказать не совмещаются вещи матерь и вранье не совмещается вот честно потому что матери это тоже своего времени является в обычным волшебным словом который скрывает определенный смысл поэтому к мат нужно тоже относиться я согласна полностью согласна всех подержу кто меня поругать за то что я там где-то смачукнулась но иногда вот прям вот оно выскакивает то ничего не поделаешь как моя бабушка говорила значит защита божья есть ну я не знаю мне бабушка так говорила защита божья есть это как защитное слово потому что есть такие вещи которые произносятся и они защищают человека ты определенных вещей это действительно так работает вот чертыхаться я соглашусь вот вот кто чертыхается я вот таких людей не признаю я и ругаюсь и в сына иногда ругаю потому что очень часто это встречается в американских фильмах и когда часто смотрит человек американские фильмы он повторяет постоянно ты тут слышим и черт 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 вот когда ругается маячей но не пузырь черт черт это чертыхаться называется вот это я не согласна вот это терпеть могу моем языке этих слов нету я никогда не чертыхаюсь и терпеть не могу когда чертыхается возле меня и не и сына всегда говорю и забудь это слово слава богу в последнее время он не чертыхается я ему себя самая лучшая совет вернее самая лучшая русская чертыхание это блин сказать блин не получилось ее просто ты вот так скажи ты как будто заговорил себя ее просто ты скажи как будто так на не чертыхайся никогда тоже чатыхаться вот это да а материться это особый язык он наш да он очень немножко неправильный я согласна но без него иногда не объяснишь того что хочешь иногда в трех матах можно выложить целые предложения и человек понимает прям как будто так и должно быть кстати самое интересное что меня удивляет во многих людях которые говорят о том что нельзя материться не матерись а они понимают мат они сами не матерятся но они его понимают значит для чего-то это создано раз вы его понимаете то что если вы его не понимали бы значит это было бы конечно не очень правильно как и вот я согласна с тем что язык нашего допустим русский язык он немножко сейчас изменен то что начали вносить такие иностранщину и мы действительно засоряем свой язык всякой ерундой вот не иностранными словами так далее по сути согласно вот с этим нежели с матом мат это всегда присутствовали причем самое интересное что да еще раз повторюсь никому не против кто-то меня пругает за это вот ничего не поделаешь это же тоже от поколения дается от рождения от воспитания если часто мы его слышали в доме естественно я буду материться вот он папу у них отец вообще матерщинник страшнейший человек из обычной крестьянской семьи имеющие такие глубоко крестьянских это и возможно только какие-то воспитания что ли такие были семья многодетная большая была очень может быть родители матерились сейчас он это впитал собой буквально смысле того вообще слова без мата не живет когда я познакомилась с мужем он был страшный матерщинник во первых не помимо того что был страшный матерщинник ужасный матерщинник и хоть мой папа и матерился но он никогда грубо не матерился все очень так словесно но когда он услышал когда мой муж матерился у него глаза на лоб лезли а он еще неправильно разговаривал потому что он сам по себе хоть и не чистокровный удмурт но все-таки судмуртий отец у него удмурт и и она вот сказывается когда есть кто-то другой национальности в роду то есть соответственно у него определенное искажение языка было он не очень понятно разговаривал вообще вот он говорит его никто не понимал это так злило моего папу они жили вместе он когда мне папа купил там дом он приехал муж мой туда фермерствовать и купил тоже дом а деревня заброшенная и они общались и жили рядом и зиму что проводить вместе как бы собирались и телевизор смотрели чай пили сидели по вечерам но деревне ездили чем-то надо заниматься и папу очень раздражала а папа у человек такой был очень это он никогда не любил очень очень такой ну из семи староверов у него есть определенная наклонность его и вот так это раздражало вот реально раздражало так что он начал бы учить правильно разговаривать ты не представляешь он его за пару зим научил разговаривать на чисто чисто произношение языка вот папа наш молодец у я имею ввиду муж мой вот он молодец он всегда учится вот если он сопротивляется но если ему сказали что ты неправильно делаешь попробуй вот так он будет учиться и он взял себя в руки и стал стараться произносить слова праведливо сочетание у него настолько хорошие сейчас как он хорошо разговаривает да и причем он очень красиво разговаривать у него есть то он может очень красивой юмор подавать у него очень красивая подача юмора это он научился со временем вот пока молодой был у него всегда приобреталось все со временем еще это зависит от общения вот он общался с нами да он поменял другую сферу общения, у него совершенно другое звучание слов, по-другому общаться. Он раньше страшный матерщинник был. Это он сейчас меньше матерится. Это сейчас так сказочно. Иногда, правда, у него бывает раз прорвется прям один мат ему папе. Говорю, пап, клиенту-то зачем на мате-то объяснять? Ну он же все понял. Я говорю, ну я понимаю. А он когда на эмоциях, у него он с матом. Он даже не замечает, что он матерится. А когда он контролирует свое произношение, он без мата, он нормально разговаривает. Ну вот такое ощущение. Ну это же тоже с генами передается. Это же накапливается внутри нас, в генах, в наших мыслительных этих формах. Поэтому мы никуда от этого не денемся. И поэтому как бы... Вот я, допустим, помню, когда девчонка была, я очень любила смотреть всевозможные научные передачи, там еще что-то, да. Мне очень нравилось, как вели передачи всевозможные ведущие. И вот как они рассказывают, мне тоже нравилось. Я хотела также произносить. То есть здравствуйте, вас приветствует Маруся на своем канале. Вот эти вот вещи, они как бы сохранились, и я вот чувствую, как вот мне хочется, как они произносить. Вот с каким-то вот правильным произношением. Все накапливает природа. Вернее, человек сам накапливает. Всю жизнь человек учится. Вот какая жизнь у человека есть, там, сколько он проживет, 70 лет, 80 лет, неважно. Всю жизнь он будет учиться. Учиться всему. Жить, разговаривать, общаться, произносить. Если он живет по течению, по течению, то как вот... Есть хорошее произношение. Я не помню, у какого поэта есть стихотворение, там есть такие слова. Вниз по течению, вниз по течению. Когда ты идешь, то идешь ты вниз по течению. А вот когда вверх по течению, ты против течения. А что такое течение? Это течение жизни. То есть, если ты идешь вверх по течению, против жизни, той, которая вот стоит на постоянном, то ты улучшишься. Ты всегда становишься лучше. А если ты будешь идти вниз по течению, то есть, жить как вот... Ты есть, но все меньше, меньше изучать, меньше наблюдать, меньше меняться, то ты будешь все ниже опускаться. А есть еще другая часть людей, которая идет по течению. Вот как они вот привыкли, у них ничего не меняется в жизни. Кстати, они мне очень нравятся тем, что они избегают очень многих вещей, которые встречаются и вниз по течению, и вверх по течению. Потому что, допустим, если вверх по течению, очень много грубости встречается, жестокости. Потому что это идущие по головам. Часто бывают люди, которые особенно строят карьеру, идущие по головам. А вниз по течению – это пофигисты, которые по сути своей теряют даже смысл жизни. Это люди, спевающиеся очень часто, люди, которые теряют интерес к жизни, они становятся совершенно без интереса к жизни. И тоже мне не очень нравится, не нравится вообще, потому что это уже люди теряют себя, по сути. А вот те, которые по течению, то есть они, соответственно, идут, как сказать, вот как жестя идет, так и идет. Они вот обычные, у них ничего никогда не меняется. Все на одном месте.